Песня. Господь, благослови нас на эти занятия. Умудри нас, что и Слово Твое Святое и Вечное. И приготовь нас к Царству Твому Небесному. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Нас мало. Тебе там плевают. А вот так и написано, где двое или трое собраны во имя. Какое имя? Христово, да, двое. Там я посреди Него. Если мы во имя Христа собираем, сколько все мало, то Господь посреди нас. Я счет, так, приветствую, Христос посреди нас. А ответ какой? Если будет. Если будет. Значит, мы остановились, насколько я помню, на 26-м стихе 14-го Евангелия от Марка. Правильно, да? У меня померки не было. Это страница 294-я. Северный том толкования Блаженного Фефиласа. И, воспев, 26-го стиха по 31-й. И, воспев, пошли на гору Еленовскую. И говорит ему Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются олцы. По воскресенье же Моем я притворяю вас Галилеи. Петр сказал ему, если все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, если я говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Но Он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало им милеть с тобою, не отвлекусь от тебя. Тоже и все говорили. Толкование. Благодарили и прежде питья, благодарили и после питья. Да бы и мы знали, что должно благодарить и петь перед пищей и после пищи. Этим Господь показывает вместе и то, что смерть ради нас не страшна для Него. Так что Он славен Бога и тогда, как идет к преданию на смерть. Силь без сомнения нас научает не уливать, когда впадем в скорби ради спасения многих. Но благодарить Бога нашего скорбью, соделывающего спасение многих. Господь исходит в гору Иллионскую, чтобы иудеи, дошедшие и взяв Его в уединение, не произвели смятение в народе. Ибо если бы они напали на Него в городе, народ, может быть, возмутился бы за Него. А в таком случае враги, воспользовавшись этим благовидным предлогом, стали бы думать, что убили Его по справедливости, как мятежника. Христос предсказывает ученикам, что и они соблазняются. Вслед за тем, как Петр отрекся в первый раз, пропел петух. Потом, когда Петр отрекся во второй и третий раз, петух опять пропел, выражая тщетную горячность, и все прочие, подобно Петру, ученики, и все прочие ученики, подобно Петру, давали обещание не оставлять Господа, как бы обращая таким образом в ложь Слово Самосущей Истины. Посему их Господь попускает, и человеческая природа обнаруживает свою немощь. Ибо нет сомнения, что Господь мог сохранить их, особенно Петра, однако же и попустил, дабы они, а также и мы, не были самонадеянны. Поражу пастыря, это говорит Бог Отец, так как Он попустил Сыну быть пораженным. Что говорится, что Он поразил пораженного по Ему попущению. А Осыпь назвал Апостола, как людей незлобивых. Ну, вначале говорится, и воспев, пошли на гору Ливонского. А что они пели-то? Аллилуйя. Аллилуйя пели. Аллилуйя пели. Еще что пели. Аллилуйя, еще раз Аллилуйя пели. Увала Богу нашему. Слава тебе Богу. Псалом как встретили. Мы на битве, и все там толковые сказки. Но это здесь не сказано, а в другом месте параллельно говорится. То есть Фелик, псалмы, пророка, царя Давида. Ну там были, конечно, выборочные. Конечно, на подгитару, как у нас 132-й псалмон известный. Слова, так как и есть синодального перевода, мы поем 132-й. А именно на арамейском, скорее всего, так как им был известен, писание известно, псалмов. И этим самым, конечно же, Блаженный Фатилак замечает, что мы должны перед принятием пищи благодарить Бога, молиться. После принятия пищи так же. То есть всякая молитва освещается все, в том числе и пища. Вот, ну здесь много вообще тем из этого отрывка. Отрывок небольшой, подчеркнуть можно очень много. Как мы слышали сегодня, мученика Иоанна Восторгова, которого большевики убили, расстреляли. Он мученик, новому мученик. Кто не знает, там просто говорится, что из поучения Иоанна Восторгова, он священно мученик. Он большевиков, да не только он, обличал, причем не боялся. Они таких, конечно же, сразу к стенке и расстреливали. Или там казнили еще как-то зверски. То штыками закалывали, то глаза выкалывали, то кожу сдирают. Многое что было. Но это так я параллельно сказал. И вот он говорит по теме о расслабнем, что мы что можем подчеркнуть, конкретно тему греха. А отсюда что мы можем еще подчеркнуть? Вот давайте, посмотрите, подумайте. Вопросы какие можете поставить? Или дополнения, ответы. Посмотрите внимательно на евангельское чтение. Лично ко мне это как относится? К нам тут собравшимся. У меня вопрос, можно? Да. Читаю вот этот именно стих. Не один стих, а сколько тут? Четыре стиха, да? С 26 по 31. Пять. Пять стиха, да? Да, вот отрывочек, так можно сказать, зачало. Вот можно задать вопрос такой. И говорит ему Иисус, истинно, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды попоет петух, трижды причешься к нему. То есть Христос пророчествовал или предсказывал о Петре это. То есть он подготовил Петра к этому, то есть сказал, что ты это сделаешь, или предсказал, что это будет. Вот возникает вопрос. У меня были такие моменты, когда ездишь, с людьми разговариваешь, в поезде она в Христе, а кто-то более-менее знающий такой, начинает об Иуде говорить. Да, Господь-то Иуду-то что, подготовил его? То есть Иуда предал Христа? Мы-то как христиане знаем. И так изучавшие Писание, знаем, что Христос не попустил Иуде предать его, а он ему предсказал. Что? Иуда предаст его. Так? Вот здесь вот то же самое. Тоже же можно допустить, что Христос здесь не повелел ему это сделать, Атресе, а предсказал, что ты отречешься от меня. Но как это людям узнать, мало духовно, мало просвещенным, чтобы вот именно не впасть в эти сети, диарусы? Потому что если следовать за этой точкой зрения, что Христос вот, если бы Иуда не предал Христа, то Христос бы не был вырастен. То есть они так говорят. То есть если бы не было греха, то не было бы и покаяния. То есть вот такое вот хитрое вот такое выражение, что, мол, грех, если хорошо, что есть грех, теперь мы каемся. А не было бы греха, мы бы не каемся. То же самое подход такой к Иуде. Иуда предал Христа? Значит, Христа распяли. А если Иуда не предал, значит что, Иуда получается хорошо правильно сделал? То есть подмена происходит в сознании у людей. Как? Вопрос возникает. Как вот? Что нужно людям, мало просвещенным, чтобы вот именно вот это вот сердцевиду знать? Чтобы не впасть в эту вот... Верную священную описание, от корки до корки. Не так важно, что ты, говорит, пройдешь от корки до корки, важно, чтобы через сердце это слово прошло. Наверное, смысл. И применить к себе его. То есть Златоуст говорит, не помню там в каком поучении, чтобы ты ставил себя на это место. Чтобы тебе это обращение. Там говорится у пророков, там какого-то царя, ты свое имя поставь. Виктор там, тот не покаешься, погибнешь, у пророка Исаии, например. То есть себя ставь на это место. От неверия это все, я считаю, от неверия. Ну подумаешь, написано. Как говорили. А я тебе напишу такие легкомысленные, ветреные, богохули. Я тебе напишу еще что-то. Все там в вашей Библии. Поэтому, если нету веры, то что ты им покажешь? Говорят, я здесь даже беседу приезжала тут, не помню, мама, если имя имя. И по поводу Иуды тоже беседы были. Ну просто неверия, наверное. У Бога-то все разнаряжено, да. И если бы и нет от Иуда, другой бы нашелся, да. Но Господь-то сожалел об этом. Он его в последний момент подталкивал на покаяние, чтобы ты отдумался. И как к нему относился, знаю, кто он такой. И тут все Господь наперед знал. Но вот эта самонадеянность, это целая тема, это целый класс, можно поменять. Она у всех нас самонадеянность. Так и у Петра здесь. И другие говорили тоже, да. Не отрекусь от тебя. А почему так самонадеянность? И Господь попускает, чтобы осознали немощь. И потом были снисходительны к другим. Петр-то был все-таки такой, вспомните, Анания, Сапфира, да. Но это не Петр, это Бог через него сделал, да. Но осознавая свою немощь, он потом и к другим относился. Но в чем снисхождение? Тоже вопрос. Не грех же покрывать, как у нас сейчас планку эту понижает. Ну вот, если этих прихожан сейчас мы не будем пускать, никого не будет, они выйдут, вдруг машина их задает. Это уже что? Какое-то снисхождение. Это какая-то любовь, их называют любвисты, да. Но плотская на таком уровне, чтобы больше дохода, наверное, было, да. Чтобы приходили больше люди, дохода больше. А не речь не о спасении от души. А святые отцы как говорили? Есть экономия о Кривии, что пощады не будет, кто-то говорил там, Митрополит Иоанн или кто. Почему? Потому что дело спасения настолько важно, что какая-то пощада. Хотя нужно и экономию проявлять, да, и о Кривии когда-то. Но все-таки так планку понижать, и наконец, вот великий инквизит. Зачем ты пришел? И ульянов-то его играет, помните? Зачем? Ну мы без тебя все это дело спасения. Эту планочку понизим у католиков православных и все. И все будут спасаться на самом деле. Ложь. Поэтому как ты говоришь к этим людям? Вот и веровать надо. Бог всемогущий, все бездесущий. От самонадеянности он как-то оберегал. Ну апостол Петр самонадеян. Ну впал этот, простая служанка, девушка там. И все, он задрожал. Но зато потом, как говорит Златоуст, трубы Духа Святого. Петра и Павла, их опоставили все вместе. Потрудились они настолько, что мы с вами сейчас слово это получаем. Миллионы верующих. Большинство-то от Петра и Павла, наверное. Ну от Павла, наверное, более. Он более, говорит, всех потрудился. Но церковь поставила их вместе, что они тружили, эти сотрудники. Вот. Ну еще что кто думает? Еще раз сформулирую, чтобы Игнать Игорь Игорьич понял вопрос. Игнать Игорь Игорьич, я такой вопрос поднял. Вот зачитал стих, вот из этих пяти стихов, момент один зачитал. Когда Христос сказал Петру, что ты отречешься от меня. Когда он сказал, что я не отрекусь. Тут можно двояко посмотреть на это. С позиции того, что Бог повелел ему отречься, Петру. А с другой позиции, что Бог знал, что он отречется. И он ему предсказывал, что ты отречешься. Вот чтобы люди, что нужно людям, чтобы читая Писание, вот именно с духовной точки зрения подходить ко всему. Всматриваться все это в Писание, чтобы не впасть в это. Так же, как и многие люди говорят, что вот Иуда предал Христа. Если бы Иуда не предал Христа, Христа бы не распяли. То есть Иуда, значит, как бы нужный человек был. Ничего, то есть это как бы в историю вписан как нужный. Что произошло это. То есть вот такой подход ко всему. Что нужно людям, читающим Писание, чтобы вот именно правильно смотреть на Писание. С духовной точки зрения. Ну ты говоришь два варианта. Первый вариант, то, что Господь повелел. А с чего ты дурабилишь? Такого варианта даже и нет. Не надо искусственно создавать варианты. Не было такого варианта. Он повелел, не повелел. Наоборот, предупреждал его от этого. Предупреждал, как каиле. Грех лежит у дверей. Но ты господствуй над ним. Один из вас предаст меня. И он говорил это. И называл. Нет этого варианта вообще нету. Остается один вариант. Он был кассир. И воровал деньги. Я к Иуда крещатным. Ну вот об этом-то и есть человек крещен был. А с большой стороны глобальной мысли. Все это запрограммировано было. А в человека жизнь так к этому и шла. Вот мы рассуждаем. Царя предали. Николай. Думали так, что если уж по-крупному, то царя могут расстрелять. А цариса немка ее вернут. А что дочерей расстреляют? Об этом даже никто и не думал, он не предположал. То есть такая свирепая жестокость в этом лысом дегмее. Вообразительницам. Они не претендовали ни на престол, ни на что. За что-то их расстреляли злобом. Он не понимал, что делал. Почему так написано? А почему? Людей не вели Богу. И вот теперь пошел в Сальмаголкопу, и за ним вся Россия потянулась туда. Речь идет о сотнях тысяч священников, монахов. Речь идет о препрессиях шестидесяти шести миллионов. Не тысяч, а миллионов. Почему? Приспело время. А были ли люди, которые предупреждали? Да, были. А можно ли было избежать? Если бы Лени не родился, было бы другое, чума какая-то. Бог прилагает три казни Давиду. Или будешь три года, такое это будет, три месяца, такое это три дня избирать. Ну, что сказал? Вышел пасть в руки Божьи. Нежели в руки человеческие. Три. Даже на выбор, на все казни. Бог никого не наказывает. Когда Бог дает три казни, три года, три месяца и три дня, он избрал больше три дня. И в три дня вдруг случилось то, что должно было три года. Вдруг ангел Господень начал укорачивать жизни заживистян. Посыпались голову, внезапно за живот схватился. Я вчера вернулся из бани, попарился хорошо. Зашел в избу и выпить надо. Я глотнул, вода застряла, дальше не идет. Я подумал, сознание теряло. Вода не идет. Я никак не ожидал, никогда не было. Вода не идет, ни в кусках хлеба ничего не было. Просто вода застряла, бывает иногда так. И ничего не больно, и чувствую дыхание прекращается, дыхание передавило. И кое-как я его пропустил, не знаю, в воздух. А потом спокойно выпил и все. Из-за чего? Перепад температуры, тут все сказано было. Не больно. А мог умереть, да, свободно. Я уже чувствую, что сила исходит, и оно стоит возле свобода. И вызвать рвоту не могу, ничего нету. Встала вода и стоит. Не кость в горле, вода. И вода дальше не идет. Не то, что там рак там, перепол, полный рост, никак ничего, никакой боли даже нету. А так бывает иногда. В воздуху поперкнешься, обыкновенно. Вот, и вода предназначен был. А если бы не вода, и если бы нам не было? Это изъедительное наклонение, которое церковь потрясает. А что было бы, если бы Ева не согрешила? В раю стали бы люди размножаться или не стали? А смерть была бы или не была? Ну, давай дальше-то, вот, все. Если нет этого, не надо даже, чего в Библии нет, а то мы не рассуждаем. Не рассуждаем. Зачем это, Колобродник? А если другие вселенные? Да Бог его знает. Написано, и веки сотворил, и веки сотворил. Иные понимают слово веки, означает миры. А какие миры? Не знаем, ангельский мир есть. Архангельский, Хероним, Серафимов, Начало, Рома. Силы, власти. Вот, какие силы. Диорисия, Репагит, об этом пишет. А здесь Господь знал это и сказал. А мог Иуда повернуть? Мог. У него была свобода выбора. Но он понял, что его предали. Первое предательство совершил не Иуда, а Христос. Христос оказался предателем Иуды. А когда говоришь людям, а как это может быть? Да они ждали не в это время в основном царство Израиля. Сверху и справа сесть. У него какие мечты выиграл? В домашнем говорил, я выбрал правильный путь. Я пошел, вы скоро по-другому будете жить. Я буду там, ну там, начальник Блума там, или председатель, спикер какой-то по-тогдашнему. И вдруг ничего нет. Вот за сего интереса Христос предал. Нет, царство на меня не за сего. И он понял тогда, что все проиграно. И пошел и предал как обманщика. А как? Так написано тогда обманщик, когда был жив, говорил в третий день воскресного. И обманщик так его называли. И Иуда свалился на этом мнении. Но когда он увидел, что все не так идет, он снова понял, кровь невинную не предал. Когда он предавал, он предавал виновного, виновного смуте. А здесь он увидел, что невинную кровь предал. У него вторичное получилось, а здесь понижение температуры. И вот теперь он уже понял, выхода нет. Тут начинает говорить, что преисподнюю шли все души. Он решил скорее попасть в преисподнюю, чтобы Христа убедить, чтобы он его вывел оттуда. Но не мог задумиться, пока Христос не вышел из ада, вывел душу. А сам первая душа его туда влетела. Ну, это предположение. Конечно, интересная версия. Но так ли это было? Не знаю. Просто для сведений говорю. Вот толковый псалтирь, когда толкует, Андреич и Александр Каппадокисов, он говорит. Говорят так. Ириний понимает так. Тот-то так-то. Аз жемью. То есть, а я думаю вот так. Все толкования на одно место. И ты выбирай, какое ты не подойдешь. Но оно должно быть таким, чтобы не противоречить ни одному месту писания. А это ты должен все писания держать, как хороший музыкант, клавиши перед собой. И сегодня сказать Иуда. Иуда переводится славный. Славный. Когда называли это Иудой. Ну, представьте, царское колено Иунина. Это Иуда было на слуху. Это прекрасное имя. А сегодня Иуда. Я не знаю, где в церкви. Хотя есть святой Иуда апостол. И на этот день попадает. Но, видимо, нету сегодня. Такое-то имя запятанное. А почему нет Иуды? Ну, Адольф Гитлер. А у немца по Адольфу так и называют. Вспомни, зона. Светлана Адольфовна. У них Истанин был какое детство? Ленин, какой террор Владимир? А Владимир был пруд пруде. И Владимир они никак. А Иуда так запятан, что Иуду я не встречал. Мне надо, чтобы я обратил, сказал Иуда Васильевич. Даже смешно. Иуда Валентинович. Но нет этого. Нет. В этом заключается промысл проведения. Промысл проведения – это слова, которыми Гитлер часто пользовался. Это не обозначало личность какую-то, а что это где-то занавяжено было, и я пришел, и я сделал. Это бич Божий пришел. Бич Божий. Иоанн Кронштадтский говорил, «Даст Бог бич в лесу проведения, бич. Бич этот веселый ядом пришел». Более жестокого не было в России. Он работал за всю жизнь полтора дня, говорит, это все. Где-то за какого-то пусть взнесает, за кого-то подал жалобу. Граб награбленный. Это его выражение. У всех людей незаконные, поэтому мы законы отнимаем. Граб награбленный. Смотришь, как у него и лозунги были. Религия, опиум для народа. А народ опоили опиуму. Он прочитал про Иолю, только одно можно сказать. Просили меня, Господи. Сколько раз я тебя предавал, оставлял. Когда нужно было восстать за тебя, я промолчал. Когда нужно было поспешить возвестись, я испугался. Да и за деньги, за жизнь, девушку тресся. Прости, Господи. Так что, если по большому за счёту высчитывай, то любовь, надо быть в себе наклонность к этому. Я тебе обещал, а так ли я прожил? Да не так. Вспомнишь, и когда ой, и покой, и желаю, и говорю, предай всех за дверью, Господи. И тут не так, и там не так. Там сутки уплощают здесь. За ступников не подсчитай. Сутки подкупны. Можно еще и за уплощи. Вот вопрос такого плана. Сначала говорит Христос о том, что вы соблазнитесь обо мне. А потом идет речь уже об отречении. И вот соблазн и отречение. Соблазн – это ступень к отречению, которая ведет к предательству. Либо, ну, мне кажется, вот соблазн – это слово какое-то, оно помягче, соблазнится. Ну, что тут значит соблазнится? Рассеются овцы, то есть они просто… Отречение – это уже как бы более тяжкий грех. То есть я не знал, и ложь, когда у него спрашивали, а ты был со Христом? А предательство – это когда уже Иуда идет уже на сторону врагов, идет его арестовывать. То есть уже как бы… Вот. И Христос-то говорит, что… О соблазне, а дальше идет речь об отречении. Соблазн и отречение – это разные ступени, либо это слова-синонимы. Разные, да? Соблазн – привел к отречению. Соблазн – сомнение. Сомнение. И он засомневался. Действительно, это Христос, обещанный Мессия. Да нет, наверное. А когда он засомневался, то тогда что я держусь? Откуда я? Я верил ему, а он такой. И все. И поэтому, что я буду за него жизнь отдавать? Нет, я его знать не знаю. Соблазнитесь, то есть засомневайтесь, что я владыка мира. В руке держу всю Вселенную. Вот вы не будете в это верить? Ну, а раз не будете верить, что я такой, как верили раньше, ты Господь мой и Бог мой. Тогда и мне лежать, и не за что. Теперь и отрекаться никто. И говорит, как смотрите, не судите брата. А он мне не брат. А что у меня с ним общая? Вообще, что у меня с ним общая? Он говорит, общая земля, общее солнце, общее творение, общий воздух, свет и все общее. Дети мои, Бог дам убийство и не злу. Вот такой ответ. Соблазниться очень легко. А отречься, это последняя стадия. То, что происходит от соблазна. Соблазн подаст. Я не подару ему отречение, а как подающий соблазн. Засомневаюсь. Вот Вероню Сиридоновский, а он не стал их великими святыми. Западной святой, как у нас Златоустов. И в нем засомневались, что он действительно от Бога. Он написал книгу, трактат о нравственности священства. И показал, какие они хапуни, какие крокоборы, какие они. Языщики, когда узнали трактат, переписывали друг у друга. Самые близкие друзья отвернулись от него. Что ты наделал? Мать церковь раздел. А кого вы матерью называете? Мне это тоже говорили не раз. Она мне не мать, во-первых. А во-вторых, я ее раздевал, я нахожусь в церкви. Раздевал, а то ушел. Мы все листики. И когда никого нет, голая церковь, никого в церкви нет. Он говорит, я доказываю, не верю. Они спрашивают, я пишу объяснительно и верю. Это пишет Дионисий Александрийский. Народ был настолько тупой, что православные, настоящие, считали еретиками. А еретиков самых настоящих считали православными. Пришло время епископы и священники перестали делать воскресенье из мертвых. Как это может быть? Вот так написано. Когда отроки эфетские заснули. И там проснулись, 186 спали. Вот уж выспались. И ты знаешь, о чем попались? На мои отелянии, на мои отелянии, на мои отелянии. Ипоха приезжали. Где брали? Давай их и показали. А те просыпаются еще. Да еще раз схватили меня. Говорят, власти уже христиане. Пиши, чтобы проспали революцией. Ну и все же, вот к вопросу, как вести себя с такими людьми, которые задают такие провокационные вопросы. Может быть насмехательство это такое, или неверие, или кощунство даже. А если бы Иуда не предал, то и ничего бы и не было. А если бы не отрекся бы, то есть они, получается, стоят как бы на сторону вот этих предателей и отрекателей. И защищают их. Юнору немножко надо добавить. Юнору. И будь старобрядцем надо. Там юнора никакого нет. Вот самое простое слово можно так поговорить, что противник просто улыбнется, а то говорит, да я правда глупость мороза. Надо увидеть в этом что-то. И вот в этом что-то, когда вопрос задают, и показать такую сторону веселую. Не так, что уперся он больше и дальше не будет. Неспособность всем сделать для всех. Чтобы по крайней мере некоторых спасти. А здесь нет. Вот сейчас скажи любому старобрядцу. Вот это вы говорите не коньяне. Мы сейчас зашли не коньяне. Никто даже не понимает, что. А что это такое? Никто так не называет. Это вы называете. А вы-то старобрядцы. Подписывайте журналы. Все написано. Старобрядец. Новосибирский старобрядец. Журнал выпускает. Это ваше название. Я слушаю старобрядцы. Я все обозвал вас или как? Старобрядческий архиепископ, старобрядческий митрополит. А так и подписано. С сокращенно. Ну так, так. А слово «никонемский» нигде не употребляется. Никто и не знает. Это вы так видите. И главное, что? Что-то в чем-то лучше. Лучше на официальные. А раскрыли талантливые? Нет. Ничего этого нет. Ну за 300 лет я этого художника не был. Вообще. Ни одного. Как там? Еще талантов не было? Зажали. У мусульман за 1400 лет я этого художника не был. И куда-то вырубилось. Только голову и все. Художество это большое дело. Оно показывает, как Иван Грозный называет сына Ивана тоже. И как смотрят люди. Ужасаются. Один с ума сошел, бросился, даже ножом ударил его. Картина-то эта замазана там где-то. Ну надо маленькую авторазрядку сделать. Вот я пришел, беседуя с одним. Некоторые, я знаю, Игорь Муравлев. О, я ему привел место писания Игнатьева. Ну такой же вы законник. Ну я бы спросил, а что он законник-то? Я ему сказал, а ты его уверен, что я законник-то? Да. Прямо все по закону. Круты, каноны, то другое. Ты думаешь, мне это обидно. Это похвала мне, что я по закону поступаю. А раз ты меня назвал законник и считаешь плохо, то напротив его есть другое слово беззаконник. Другого нет слова. Если ты честный, то здесь это касается нечестный, жулик, вор, обманщик, прелюбодей. Напротив слово честное. Есть чистый, а напротив грязный. Ну ты меня обозвал законником. Значит, тебе нравится беззаконник. Я говорю, давай ты меня зови. Игнать и законник. А я буду себя звать. Добрый день, Игорь беззаконник. Залыпался мой Игорь. А почему? Другого-то еще нету. Законник, ты уже этим воспользовался. А тут только два противоположных. Значит, законное тебе все это противное, да, остается только беззаконное. А на какой стороне ты будешь? Законник, ты не можешь в бакет, это тебе оскорбление. Остается беззаконное. Не надо выбирать даже. Ты законное не признаешь. Нет, не признаешь. Посты соблюдаешь православное? Нет. Встретать и отнеси? Нет. Ну и дальше я перечисляю. Еще нету. Итак, я пошел домой, Игорь беззаконник. До свидания. Все, теперь я тебя по-другому не могу называть. Мы договорились. Ты меня зови, Игнатий Законник, а я буду Игорь Беззаконник. Все. Мы идем. Возле нашего сарая проходит железная дорога. Мы идем именно с этим человеком, с Надеждой Васильевной. А там мужики выпивают. Они увидели нас и кричат, эй, борода, здорово! Ей кажется, это оскорбительно, почему старообрящий дух. Она сразу в ответ. Ну, свои бороды-то поотрезали, так на чужой там смотрите. Понятно, что я говорю. А что ты делаешь? Я тебе сейчас бутылка, это как за лимоник, как глаз. Ты что делаешь? Ну разве так отмечают его? Здорово, бородатый! Бородатый! Я сразу руку поднял. Добрый день, безбородые! Больше ничего не сказал. Бородатые-то плохо, а безбородые, они все сидят, они заулыбались. Ты понимаешь? Я не добавлю чего, не обозвал. Бородатые, их понимание, это плохо. А все бритые, значит, вы безбородые. Я могу вас безбородыми назвать? Да. Я так и назвал. Все. А почему ты бороду отпустил? Потому что я мужчина. А почему у тебя бороды едят? Я женщина, поэтому знай свое место. Ей не положена борода. Это блудодейная ересь. Я дальше сказал, смотрите, я говорю, как вот, эволюция с бородой. Женщины, кондукторы в поезде едут, и они на меня, а чего вы бороду отпустили? Да как вас жена надо допускать? Все связано с женой, с матерью. Ты испытал это все. И вот они на меня так сказали. Я говорю, а вы знаете Триди Хенгерса? Ну как? Основоположники марксизма, линейнизма. Правильно. У него борода маленькая ямка, только, видать, для рот. У него вот такая вот, у Фириди Хенгерса. А у Карла Марса, у него, пока вообще, у Ленина совсем клинышком. Я говорю, и все друг за другом идут. Старина, а только усы. Я говорю, вот еще и на голове ничего нет. А там валился. Пришли голые. Есть все видные скорпионы. Из-за улыбанности. Я нигде это не считал просто. И мне пишут только юморной старик. Говорит вот это только. А ничего-нибудь там где-то не так. Мы едем дорогой. Я еду, и отец. Инвалид войны. И солдаты разгулялись там. Они по коридору идут. Пхититель за рука втащит. Я зашел. Ребята, это не годится. Он устыкнет. Может инвалид войны без рук. Да пошел ты! Кто ты? Да мы тебя! Я проводнику подошел. Пошел к начальнику поезда. Ничего нету. Ну ладно. И только в Алмате остановились. Я бегал в военную комметатору. Да вы что! Я говорю, во них в войну едет, отец. Невозможно. Я говорю, матерятся, пьют. Как конвой зашел туда, это. Военные, это. Тебя так поднялись. Они все так с поеда долой. Арестовать могу в вахту всех. Все кончилось. Как будто никогда и не было. Они теперь езжал. Они домой едут. Они дербили. Потащили наших на расправу. Я с ним поговорил, сказали, да можно отпустить. Они дают. Они прям, ребята, протрезвели полностью сразу. А куда? Там тебе такое устроено. Ты забудешь, где у тебя глаза и уши. Их отпустили. Они дали слово. На первой станции сейчас мы сообщим. И везде пока доехали, на пешке будут проверять. Сядь в поезде. Начальник это сказал. Да как они сели, да потом подошли. Благодарят. Один подошел. Отец. А у меня гитара. Можем поиграть? Я говорю, обойдешься. Сядь. Не-не-не-не-не. Я и не думал играть. Я просто сказал. Все. Никакое время у меня были. Полный полет. Идти за полным путем. Колдунка, площадку поезда. Военная комендатура. Я еще и больше не сказал. Они перешагнули границу. Их надо было вытаскивать оттуда. И так в любом деле. Ты рассуди, как. Так я маленький рассказывал. У меня такие события. Один подошел в билет. А я вижу он пьяный. А как я тебе билет мой деда дам? Так а давай давай аккурашиться. Я пошел сразу к начальному поезду. Он пришел. Только мы первый день допустили. Мы его тут уже снимали. И он тут уже сняли с поезда. И все. Проверяющий билет. И вот сняли этого кондуктора с поезда. Все кончилось. Были там конфликты. Я ехал с собой. Ферин, кажется, ехал с собой. И, наверное, Рома. Двое. Рептички спокойные. Все. Мы навишем сиденье. Она, оказывается, киргизская такая приятная. А он здоровый такой. Он заходит. И у нас сиденье сперва. А к нему киргизь засел. Ему надо сводить. И он нас согнал. А у нас места. И никаких. Я попытался. Он даже слушать не хочет. Как только мы приехали. Я вернулся в город. И пошел в резервный. У них там где есть. Так и так до такого-то. И овца попутно сходили еще и к писателю. И писатель Чингиза Айтматова был. И ему как захватили. Я-то не знаю ничего. Вот приехал в Барнаул. Жена поехала дальше. Поезд идет. Он нашел меня, где я живу. Вот такие два булыка припеса. Агротные рыбины такие. И с собой ходил по городу. И упрашивал. Чтобы я написал. Дал телеграмму Чингиза Айтматова. Писателю. И в резерв проводников. Что он был. Попросил прощения. И прочее. Пока я этого не сделал. Он не знал, чем на него вложить. Законно. Пойдем. Это твое. Это мое. А то, он говорит, нельзя бороться. Я в это не верю. Да ничего не сделаешь. Что еще не начинали делать. А с Иудой как? С Иудой все исчерпано. Ты любишь деньги? Пожалуйста. Хасир. Вот сейчас только бульдозер сняли. Я расписался. Он расписался. Я отдал за то, что он сам 21000 положил. Полно. Все. 21000 я уже отдал. Только за то, что он приехал. Ну и везли машину. И ищу на обратный путь. Ищу на обратный путь. Еще 21000. Нет. Но обратно я еще должен посотрудовать. А то сейчас я отдал. 700 рублей за километр. Куда и обратно 300. 367 – 21000. Так что. 21000 я уже выложил. Прошу любить и жаловать. Во сколько? Как? Ну он у нас в 7 обедал. А этот говорит, я в 6 буду завтракать. В 6 будет завтракать уже. Поэтому надо пораньше приготовить. У нас стоит. У нас стоит. У нас стоит. Святая тарана он по-видимому. До жары хочет рабочих. До жары человек хочет работать. Он назначил. Я уже спросил. Я говорю, тот у нас в 7. Он говорит, ну я откуда раньше. Я говорю, а сколько? В пол седьмого? Нет, в 6. Виктор звать. Ну все на этом. Так не стадал, как величать его. Все. И мы завтрак съездили. Уже туда посмотрели наши кирпичи. Сезли на южное. Я по елах. А там вот такая лебеда. Выше роста человеческого. Кое-как пробилися туда. Посмотрели. Какого-то там. Фрукта на улице. Если бы дроглая сумел он достать. Дроглая нашли. Некому. Работать. Айташа, который был доделец. Говорит, я маленько знаю. И он еще там ручки-то дергает. Говорит. И вот этот тополь, который растет на повороте. Коровы глядет. Мне интересно. Коровы у кого есть? Коровы. Ячук. Никого здесь нету. Барабаш. Никого здесь нету. Барабаш пастил. Устиного. Никого здесь нету. И вот вы где выгоняете коров здесь. Посмотрите после бури. Сколько веток лежит. Ни одного сучка никто не убрал. Я взял лопату. Прошел у тебя. Вырезал весь репей. Все вырезал. Где были? Ну вот. Это уже буря прошла. Ну соберите вот маленько. В кучку соберите. Не проехать еще. Володя вчера там эти сучки большие отодвинул в сторону. Ни один. А вот дороги. Видел? Видел рядом, что мы как убрали? Видел? Да. На твоей стороне. До листика выбрали все, что могли. Она пала-то у тебя, захватила на территорию. Это культура лесопользования. Мы все убрали оттуда. Где он упал. Где-то обломились. Ну, Никита собирал там. Я видел. Видел? Почистил. Я когда у двух жила. Вот. Одно лето. Вот в этом околочке даже вот таких палочек не было. Я в бане все сжигала. И у меня баня натапливалась быстро. И в околке чистил. Понятно. Здесь тополь сырой. Тополь. Ну, хоть маленько-то убирайте. Сухих стучков сколько. Я говорю. Ну, кого-то там по шине ходят. Ребята-то есть. Ну, хоть дорогу-то прочистите. А у вас упало дерево клён поперёк и гоняли. Мы взяли пилу. Втроём пришли. Обрубили. Убрали. Перегораживало. От тебя подашь. Клён-то. Видел, как он вырвался в корни. Он весь упал. Тополь. 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 А где загоняет коров, там клён упал. Наши почти всё это убрали почти по листикам. И две у нас большие ветвины. Мы три дня потратили на них. Но всё разобрали, порезали. Ну, вы что-то тоже делаете. Это ваша территория. А у тебя, когда берёзу, посмотри, как мы её прочистили. Сучки убрали. Игорь пришёл и говорит, она всё равно замыкает. И мы убрали, и сучки все вынесли. У тебя, посмотри, просто глянь берёзу. Я видел сегодня. Ну, видел. А это упало. Это культура лесопользования. Где мы работаем, после нас вообще ничего нет. Как же стол чистый. А сколько мы попилили-то? Две шестьдесят свайка. Две шестьдесят. И всё сложили. Всё стучал к сучку. А батюшка прошлый раз говорил, делай серединку без сучков. А потом я бросил и ушёл. Это нехорошо. Нехорошо это справедливо. Давай. Ну, это, наверное, иначе. Это приезжает со стороны пинетка. Ну, мы говорим о предательстве. Вот это предательство интересов деревни. Предательство здоровья своё. Вот это дашь сколько всего? Давай. Девочки там у нас, Маша. Я в расчёте не пошла. Она бежала. И упала в лес что-то. Как она так упала? Ну, сейчас стоит там, хрюбается. Вы проехали, когда на машине. Ты видела её? Я её не видела. Я её не видела. Я просто видела, как вас в этой луже. И всё вот, что вокруг было сухо, всё стало мокро. И я иду тоже вот так вот, как каракан. Это наша машина? Да. Вот здесь, когда уже выезжаешь. А, да, да. Может быть, я иногда даже подскользнулась в эту лужу. Давайте считать. С 32 по 42 стихи. И пришли вселения, называемые Кевсиманией. И он сказал ученикам своим, Посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра Якова и Анны, И начал ужасаться и тосковать. И сказал им, Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, Пал на землю и молился, Чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, Авва, отче, Всё возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты? Возвращается и находит их спящими. Говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, Чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, Плоть же немощно. И опять, отойдя, молился, Сказав то же слово. И, возвратившись, Опять нашел их спящими. Ибо глаза у них отяжелели, И они не знали, что ему отвечать. И приходит третий раз и говорит им, Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Толкование. Христос всегда имел обычай молиться наедине, Подавая и нам пример, Чтобы мы для молитвы искали уединение. Он берет с собой только тех троих учеников, Кои были очевидцами славы Его в фаворе. Дабы они, видев славное Его состояние, Видели и состояние скорбное. И таким образом дознали, Что Он есть истинный человек. И скорбит и тоскует подобно нам. Ибо как Он восприял всего человека С его естественными свойствами, Кто скорбит и тужит без сомнения По естеству человеческому. Ибо мы, люди, по природе Отвращаемся от смерти. Таким образом, когда Он говорит, Пронеси чашу сию мимо меня, Он обнаруживает в себе человеческое естество. Свойства. Свойства. А за сим, присоокупив, Но ничего я хочу, но чего ты. Он научает нас, несмотря на требования природы, Просить того, что угодно Богу. После молитвы, пришедших к ученикам, Он нашел у тех троих учеников спящими, Но упрекает одного Петра, Как бы так говоря ему, Не ты ли обещался умереть со мною, А и одного часа не мог пободрствовать? И ты ли можешь презреть смерть? Но бодрствуйте и молитесь, Чтобы не впасть в искушение, Не отречься от меня. Пусть Дух ваш готов не отрекаться, Как вы и обещались мне. Но плоть немощна, А потому, если Бог по вашей молитве Не даст силы плоти вашей, Вас постигнет беда. И опять отойдя от них, Начал молиться и говорить те же, Что и прежде слова, Дабы вторичным молением удоставили, Что он был существенно и истинно человек. Да и нас научиться молиться чаще, А не так, чтобы проговорить что-либо В молитве однажды, В той час и оставлять ее. Надо на сусердием повторять молитву. Увидев же учеников опять спящими, Уже не делает им упрека, Потому что они отечели были сном. Отсюда познает человеческое легкомыслие и немощь. Вот мы и сну противиться не можем, Обещаем часто невозможное для нас. В третий раз Христос молится по тем причинам, О которых мы говорили выше. И снова приходит к ученикам, Но не обличает их, Хотя и следовало обличить, Так как они и после упреков не укрепились, Но предались сну. Говорит не с тем, чтобы бежать, Но чтобы встретить врагов. Выражение, душа моя скорбит смертельно, Некоторые разумеют так. Я скорблю не о том, что должен умереть, Но о том, что меня распинают израильтяне, Ближние мои, И за то будут отвержены От Царства Божие. Все толкование. Он отошел в сторону и молился, А этот пишет у нас, Мак. А Мак вообще там не был. Откуда он может знать? Мак там не был. От Петра. Тем более он не брал трех, А теперь от трех еще ушел. И пишет прямая речь. Откуда он не знает, что говорил он? Из рассказа? Из рассказа чьего? Петра. Да Петр-то уснул. Спал. Как он молился? Молитву Христову-то? Где они слышали-то? Они спали. Спали. Ну все еще спите и почивайте. Почивали, то есть сладко дрема. Уснули. Вдруг. И записывали все. То есть спите и почивайте. Как можно было знать? Никто не знал молитву. Как Христос молился? Дух Святый открыл. Крямая речь. Как? Дух Святый открыл. Ага. И придет верить на очередь. И наполнен. Дух Святой открывал. Я сегодня про одну рассказывал. И девушка там 16 лет. Ходит по городу. И она не знает ни поесть, ни чего. И в милицию все-таки попало. А милиция вызвала психиатрию. Она не может назвать себя. Я училась. Даша. В каком классе? Даша ничего не помнит. Так. Мое имя, отчество. Моя даемость. Даша не может сказать. То есть она даже по английски изучала. Мое имя и Даша не знают. Все вот это. Ее следует сколько времени. Какое место? Соткуда она? Как попала в город? Ничего нету. Давай по телевидению показываем. Такой-то человек. И вдруг один нашелся и приехал. И люди в очередь выстраивают что-то взглянуть на нее. Она или не она. Заходят. Нет. У нас терялось. Не теряется. Это много. 50 тысяч потеряно. Тысяч. Никак. И один говорит. Я ее знаю. Ушились вместе на одном курсе в Академии. Приехал. Узнал. Сообщили там. Где лебедораты. Там сказали звать ее Анна. Смотрели. Это вообще родители. Родители приехали. Действительно наша дочь. Два недели назад. И предположительно так, что что-то в ее жизни было. Очень тяжелое. И она решила это забыть. Ничего у меня не было. И ничего между нами не было. И вместе с тем какая-то частица была у меня из памяти. Стежно. Стежно. Все. Как называется, когда чистят дискету? Откорректировать? Форматировать. 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 Отец пришел дома смотреть. Ариентички. Папа, а мы все отформатировали. То есть все информации сняли. Еще один. И она вместе с этой информацией забыла все остальное. И вот тогда ты понимаешь, кто ты есть. Можешь разговаривать. И она разговаривала. Я была у меня мама. Даша не помню. Но отца узнала. И они привезли соседку. Соседку не занял на воде. В случае 8 лет. Отдельный деталь забывает. Это все забыл. Это в жизни Исааки Пищевского было. Он забыл как ложку держать. И братья ему показывают. Ложку давай группаем вот так. Кладем ложку. Вот урод разевает. За бороду туда тянул. За нос наверное. Дальше он не знает что делать. Он так жует. Он не знает как. Жевать не знает. Демоны сделали. Он отдельно подвязался в келье. И вдруг заблагоухало. Явился ангел ему. Сказал. Привем заберем. На небо. А демон. Когда он поклонился. Смотрите. А ног то нет. Он на бурих ножках стоит. Они захохотали. Исааки наш. Исааки наш. Этого Исааки. Этот дьявола скрутил. А они его подняли. И давай как под винтов играть. Кидать друг другу. А братья спят. Не знаю. Утро пошли. Братья Сааки. Благослови. Мы за водой пошли. Ответа нет. Второй подходит. Братья Сааки. Благослови. Мы буху пошли получать. Нет и нет. Разломали двери заложенные. Там. Язык намок. Что было там. Потом узнаем. И забыл все. В столовой ходит. Сядет и ест. Не ест день. Не ест два. Братья говорят. Он уйдет. А Сааки говорит. Нет. Не уйдет. Ходит месяц. Того и ничего не берет. Полгода кажется же. Ого. Какая экономия монастыря была. Ничего нет. И потом потихоньку. Потихоньку встал. Но говорит уже. А я когда насчитывал. Мне смешно сделать. И когда он в чувство пришел. То никак не хотел один оставаться в келье. То есть. То есть. А когда креп. Совсем. Тогда решился. Еще раз в келье упали. Я с ними сражусь. А дьявол сядет. Там видно. Задний сядет. Заткнет трубу. И огонь весь у него. Комута идет. А вот она за скотчей. С ногами щели. Встанет. И огонь держит. Ногами. Встанет. А Бог сделал так. Что это боль. И приноситель его сам на дневном. Они заорали. Бросили. И ушли. Исааки. Пустьевский. Молит Бога. Вот так. А дьявол смесил. Мне тогда смешно сделать. Сказать с которым. Отдельно в келье жить не хотел. И меня до того. Расскушило. А Надежда Васильевна слушает. Вот тебя дьявол сейчас искушает тоже. И что интересно. Я насчитываю. Житие святых. На улице Бурга. На окно у нас на первом этаже. Большое окно. И так вот. Дорога дальше идет. Метров 10. И вдруг. Ну как по грамме. Он со всей силой застущал к этому рабу. Я остановился. И это все отразилось на записи. Запись идет. Ночь. 12 часов. Выходить и выходить. То ли соседи заперли тамбу. Ну посудили. Но решили выйти. Бывает кто-то приехал издалека. Да. Стучал. Вышли. Кто? Нету. Открыли наружу дверь. Никого нету. А перед окном чисто. Снег ни одного сантиметра. Ни одного. Никакого. Никакого. Ну. Даже если бы воробей прошел. И то видно было. Тоже это свящало. И притом стук весь отобразился на записи. Это не выруска. Ты хоть помнишь? Нет это? Да конечно. Да когда я молилась то же самое. Слышалось скрип снега. А когда вышло там чисто было. Ничего не было. Я недавно вопрос задал своим. Что такое означает? Нас валом, мы в тельняшках. Ну а что это означает? Давай. Деревенская такая. Наши знают. Вот. Вот тельняшка сидит. Нас валом, мы в тельняшках. Что означает это выражение, Никита? Да, с Габрилием я знаю это. А мы не знаем. Там прям айкова было сказано. По маленьким там где-то воде селись. И востополе оборонялись до конца. А больше и боялись немцев. Называли черной смертью на этих шестанах. Это их выражение было. Нас в малом, мы в тельняшках. Не знаю, мы в тельняшках. В тельняшках понятно, что такое? Да. Полосатая морская одежда. Это не тельняшка. Тельняшка черная. Нас мало, но мы в тельняшках. И это уже все. Держи. Все я знаю. И когда в Одессе воевали, моряков посылали на окопы. Да их называли немцы черной смертью. Их ничто не могло удержать. Но вместо одного нового выскателяка они бегут прямо под пулеметный огонь. Вот когда я был в ровке. Вперёд. 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 Профект. Вперёд. А кого нет? Вперёд. Да нет, Василиса. А где нет? Ну Василиса, может сказать. Эфотографию Василисы дабыли. Василиса? Да. А куда я г지가-я она? Она самая, наверное, забрала Вперёд. Наверное, сама забрала Вперёд. Савские дети. Старскими детьми отдельно занимается профессор Аспиранский, а отдельно воспитывает 58 минут. 58 минут. Ну остановимся на этом. Может еще вопросы какие? Восвященному Писанию. Так, если там накормили его, кашу на завтрак готовьте. И прямо к нему туда приносите большинство. Это повод? Шесть. Шесть. Может быть он переменит. Я думаю, он просто хочет в световой день не жару ухватить. Не жару ухватить утром. Может он днем во время жары будет отдыхать. Пока, как сказал, вы сами же говорите, что там дышать нечем. Поэтому мы дадим. Ему звонят, мы поработаем в разных местах. Попробуем. Вопрос такой, завтра я могу помощника взять? Мне до обеда, по видимости, в полгода с погодой будет. Могу накрыть шифером. До обеда. И погодный пойдет туда. А до завтрака нельзя одного в виде исключения? Уже столбы бы я ставил стропильные. Ну ладно, Сергей, ты бери его. А он с собачьими делами. Ты с собаками разберись. Чтоб ни одна не бегала, нигде. Абсолютно недостаточно. Молодьеву. 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 С ребятишками. Да. Ты смотри, какой. Или... Хотя бы одного. Мне просто столбы строили. Да, да. Да. Я продовольный. До завтра. Ну сразу, как раз, помолись, ты как встанешь. Уходи со стола там, подходи. Мы идем со столом. Обещающиеся у меня просыпаются сейчас в шесть. Не в пять, а не по шестого, а теперь в пять. Я сегодня доволен успехами. Они готовы сейчас его отправить на море, если там сделать. Хочешь, сейчас не доники, на тебя в нем нет. Обещание в воде. Мы сделаем два приморного. То есть, если... А начальник того, который у вас еще не будет, то он все сможет. Но это посмотрим еще. Если мы все каменное сделаем, как оно сможет? Никак. Никак не сможет. И что? Опять зимой надо будет траншею копать? Вот траншея-то само собой, траншея-то, да. Она копается, да? Всегда было так, прокопать надо было. Может быть, ее не занесет. Но, правда, здесь вода идет. С того озера она сюда идет. Занести ее занесет, а копать очень тяжело. Очень глубина большая. Там два и три. Надо подумать так. А тети любишь это. Да какая разница, тети любили или там дяди везти. Вот вы продумайте, чтобы это сделать. Вот там откос, там откос, его можно сделать прямым. Вот, который отсюда, вот с этой стороны, ветер откуда дует. И вот к этому откосу наложите доски, шифер, что-то такое, чтобы не закрыло там. Вот тогда тебе не придется копать эту траншею. Дядя, спасибо. А это советую. Это люба. Все, дядя видишь. Нет, ну ты говоришь, не тебе копать. Как закрывать? Какое шею тебе траншею оставить хочешь? Как? Ну это уж вы решайте. Я вам предложение сделала. Да, мы ей предложили. Так я об этом писал еще осенью. Сделать надо. Но сделать она должна быть широкой, хотя где-то полтора или меньше. Ну сейчас они копали траншею, что полтора метра было? Да нет. Ну. А если выше, да, мы подняем. Выше. Ага. Если выше, чтобы вода доходя, потом обходила там, по снегу шла. Она же может обойти по снегу и по одному каналу. Она же пошла через даму, потому что дамба-то низкая была. Если ее выше сделать, вода уже не пойдет. Она там на уровне поднимется и будет обходить. А тогда, наверное, большой, так сказать, как, на плотину будет большая нагрузка. Нет. Если выше ее шею сделать, то она выдержит все. Как только вода поднимется до уровня снега, она пойдет сама. Сама пойдет. И плотина будет выше. Вот плотина, а вода до сюда доходит, по горячей. Это второй мастик ты имеешь? Второй. Там шея была пустая. Ты даже, как ты говоришь, так и было. Но она не пустая. Там шея как будто нет, она замурованная. Вода не идет поднять. Если поднять плотину выше, над этим, то она все равно по снегу пойдет. Она до этого... Она по высоты не дает никогда. Никак. Она замуровывает здесь, там даже плотина такой не сделала высоты. А как в те годы было, что ее не размывали, не размывала плотину? Ее же никто не чистил. Когда вот... Никто не чистил. А откуда ты знаешь? Ну она засыпана была и засыпана. А откуда ты знаешь, я спрашиваю? Слышал. Да ниоткуда. Каждый год ее исчистили. Ну вообще не было. И зима была суровая. И все посылали. Конхозы когда работали как... Ну еще и вся рыбья. Канаву километровую за горизонтом землю копали. А снег то это проще. Ну по-моему даже когда мы здесь жили по Теревке, переехали первые года. Ее уже не чистили. Эту канал не чистили, а водной. А тогда и плотина была. Вот плотина была, мы за ней ездили. Она была. Ее никто не засыпал. А вода входила. Это при этом раскопали. А до этого ее никто не чистил и снег не обкакывали. Была ли она завалена так как нынешний год? Вопрос вот какой. Я не знаю, я приехала, плотина не действовала. А до того как мы ездили, скорчили. Ее уже никто не закапывал, не засыпал. И снег не обчищал. Она входила все время. А снега были тоже так, что у меня сарай-то вкорчено запечатывало. Как-то же она обходила вода. В большой сферах. Она постепенно ее разнилась. Я орнул отец, чтобы она грела. И растопили. Я ее делала. Нет, ее раскопали, поэтому он стал прорвать. Я раскопал ее. Раскопал ее, когда эта рванула. Вот они раскопали ее. Почему? И письмо с них взяли, чтобы они заделали. Тесла что-нибудь придумал бы, да? Тесла? Да. Нет, все равно, какой-то выход есть. Просто его надо найти. Ее не обкапывали же и не обчищали. И вода обходила. Начальник это приобрел. Не понял. Я прям уже ее углубил. А вода идет, она не больше 40 сантиметров. Ну, полметра больше где-то. Слой воды, когда идет. На 5 метров. Представь, сколько кубометров идет. А трубу укладывать не будете туда? Нет, труба. Труба, зачем у нас открыта, просто подъем. А сейчас наполняется и вода, чтобы шла через трубу? Она еще и наполняется, стоит на месте. Вот так и сделает. Так что заряжает, поднимается, уходит. Но тот и другой, вот этот подъем надо будет обложить. Если она решит идти, она не возьмет ее. А дальше у нас, кстати, сваи. Ну, то есть придется подождать, когда весенняя вода остальная сойдет, тогда приезжать там нужно. Нет, это я знаю, это я говорю, так оно и есть. Разговоров там упустят. У нас траншеи пропают. Знаете, но копать приходится там 5-6 человек. Нет, 4... Какое время? А? 3-3, ребят. По 3 часа. Да, можно. У меня 4 больше дней работали. Ваня уносила вам чай каждый день. Будем поддевать, поддевать. Он же поднимет второй мостик. Будем договаривать, что тут не было. Ну, раз было на 3. Молодец. Классно. Это у тебя. Получилось, да? Вдалеку не надо. Ну, что? Развивай. Ну, давайте помолимся. Песня. 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 Я желаю чáficfrage. Да, не хочешь? Помолитесь? Отец наш небесный! Молен тебя! Во имя Сына Твоего Одиннародного Иисуса Христа! И Pok thriller Вас! И все устрои по воле Твоей, Святой. Помоги нам в задуманных мероприятиях с прудами, с плотинами. И благослови этого человека Виктора. Виктора обрати, Господи, дар ему мудрость и терпение, смекалки во всех делах. И нам помоги, Господи, путешествующих протерей Акима с братьями и сестрами. Сохрани, возвратись в мир. И благослови Марта и Мария, дар ему душевного спасения, телесного здравия, новое лето, Господи. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение Отечественной Святой. И благослови, Господи, болящую Анастасию и всех болящих братьев с Твоей, посетив милости Твоей. Облегчи их страдания, облегчи их болезни. Восстави, Господи, чтобы послужили во славу имени Твоего Святого. Тебе слава за все веки веков. Аминь. Тебе слава за все веки.